Письмо Баламута Вся суть нашей боязливости или тревоги в том, что мы недостаточно надеемся на Бог. Упование на Бога не стало нашей совершенно основой нашей жизни. Вся суть нашего упования на Бога в том, что Он с нами до скончания века, что Он нас никогда не бросит, что Он никогда от нас не отречется, что мы никогда не будем им покинуты. Это состояние совершенно невозможно, оно основа не в том, что Бог есть, а в том, что Его любовь наша к нам неизреченна и непостижима. Что Его любовь никогда не может кончиться, Его защита никогда не может пропасть. Но христиане, последователи Христа и просто верующие в Бога люди, они чаще всего всегда вели себя, как израильский народ в пустыне. Даже видя явное присутствие Бога в своей жизни, они ропщут, они недовольны, они бунтуют, они не слушаются. И это первое правило, которое надлежит всякому верующему человеку, сознавать, чтобы не, как говорит апостол Павел, не погибнуть в пустыне. Днесь, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших, как это было в пустыне. Слушайтесь Бога, слушайтесь, исполняйте Его волю. И тогда у вас, исполняя Его волю, у вас будет Его сила. Но мы всегда протестуем, мы всегда ропщим, мы всегда не согласны с Ним, и поэтому у нас нет сил. Мы изнемогаем нашей пустыни, мы постоянно хотим вырваться из Его послушания, и с нами, поэтому не случается ничего хорошего от того, что у нас нет веры. Мы сами всегда отрекаемся от Него, как люди в пустыне, хотя Он от нас отречься не может. Вот заболел человек, можно помолиться ему, чтобы исцелить, можно принять эту болезнь, как Его волю, но нельзя впасть в отчаяние. Если молимся об исцелении, то не потому, что испугались смерти, а потому, что поняли, что еще не готовы. И надеемся, и просим этой жизни для того, что, извини, я не успел вырастить огород, или, извините, я не успел воспитать детей, или, Господи, дай мне жизнь, я еще не был на Канарских островах, я еще не посмотрел этот мир, или я еще не женился. Вот, это все глупость. Господи, оставь мне эту жизнь, потому что я еще не готов перейти к Тебе. Я жил очень поверхностно, очень легкомысленно. Я хочу исправиться, чтобы принести Тебе достойный плод измененной жизни, достойный плод покаяния. Это будет разумно, вот, но если Бог и не сделает так, как мы просим, то и тогда у верующего человека не шелохнется ничего, он понимает. Это не потому, что Бог не услышал. У него нет такой опции. Он не может не услышать. Он слышит, но его воля другая, и я с ней покоряюсь и иду так, как он определил. А все остальное, это его воля, а не моя. Я доверяю ему, и в болезни, болезнь, смерть, так смерть, жизнь, так жизнь. Что ты хочешь, то я и буду делать. Вот это в одинаковом, скажем, равнозначно в душе верующего человека. Как апостол Павел говорит, мне что жизнь, хорошо, что смерть, приобретение. Но для вас лучше, чтобы я был живой. Поэтому так и быть, буду жить. Он не рассматривает свою жизнь в контексте того, что ему хорошо или что ему плохо. Он рассматривает жизнь в контексте того, что ты хочешь сделать. Раз меня убивали, до сих пор не убили, значит я тебе еще нужен здесь. Роптать не буду, буду дальше претерпевать убивание, умирание, погружение в воду. Раз ты хочешь, я буду это делать. Если ты благоволишь меня забрать, ты меня забери. Конечно, мы все далеко и никогда и не будем даже апостолом Павлом. Но мы должны, принимая этот образ поведения, образ жизни, мы должны на него равняться. И судить себя за то, что мы не такие. Ведь мы, можно, конечно, сказать, и любой с радостью скажет, ну да, сравнили тоже, вон апостол Павел. Чего? У него другие кости. У него другая голова. Что у него другое? Ну что, другое воспитание? Ну может быть. Но мы-то причащаемся одного Христа, что Он, что мы. Тот Христос, который животворил Павла, способен животворить и нас. Значит, отличаемся мы от Павла только мерой веры. Тем количеством веры, которая у нас есть. Мы маловерные. А когда мы сознаем, что мы недостаточны перед Богом, мы должны судить себя, как апостол Павел говорит. Судите себя перед причащением. Я маловерный, Господи. Я боюсь. Я то делаю, другое делаю неправильно. Мне недостаточно мужества, чтобы пойти и сказать то, что я должен сказать. Мне недостаточно сил, чтобы пойти и сделать то, что я должен сделать. Я совершенно самый плохой и немощный из твоих детей. И вот эта серьезность, эта искренность, эта глубина суда над собой и приведет к тому, что мы изменяемся, когда причащаемся. Но мы не судим себя, а потому ничего с нами не происходит. И вот когда бы, то есть мы, пусть мы не дойдем до каких-то удивительных дел, совершаемых древними святыми. Пусть мы не будем Екатериной, Варварой или Георгием и Пантелеимоном. Это да. Но мы должны, судя себя, так глубоко проникать во Христа, чтобы не испугаться, не тревожиться того, что происходит с нами. И это возможно. Мы можем, скажем, не выдержать колесование, но выдержать бомбежку, мы должны. Мы можем не выдержать, когда нас живыми снимают кожу, но выдержать тревожные вести с откуда-то, с фронтов или еще откуда-то, разрушающих комфортное бытие наше, мы должны. Вот эта закваска Христова, она перемещает акцент нашей жизни в Его мир, в Его. Она постепенно приучает нас ощущать временность этого бытия. Вот если есть среди вас человек, люди, которые переживали великое горе, горе, они в этот момент чувствовали, что весь мир становится как бы, как бы, как дымка, как бы ненастоящий, как будто, в буквальном смысле слова, суетой, паром, туманом. Вот. Какая-то нереальность всех объективных вещей, как будто это все ненастоящее, а реально только то горе, которое ты переживаешь. Вот так и верующий во Христа человек, когда действительно он во благодати, он чувствует вот эту прелесть, наваждение, несерьезность этого мира. Никто ведь, придя в гостиницу, не думает о том, какие надо вложить силы, там, средства, какие-то бизнес-планы, проекты, чтобы переделать свою комнату. Я только переночую в ней одну ночь и уйду. Но мы вкореняемся, мы внедряемся, мы вгрызаемся в ткань этого мира, мы сами запутаемся в паутине этой бытия и хотим гнездо свое здесь комфортно свить. И потому тревожится наше сердце, и потому нас нападает страх, что все это разрушится. Но этот страх и эта тревожность, и эти обстоятельства попускаются Богом как раз для того, чтобы нам показать, смотри, на что ты понадеялся, смотри, на что ты уповаешь, устремись к Богу, дал Он тебе дом, надо тебе дом, даст и в другом месте. Не надо, значит, Он переселит тебя в вечной обители, но ты должен умом постоянно устремляться к Нему. Как говорит апостол Павел, мы все странники и пришельцы, и мы ищем горнего Иерусалима. Об этом никогда не нужно забывать. Если сегодня пришло что-то, что разрушило мое привычное бытие, значит, надо идти дальше. Это Господь пришел и разрушил. Это Господь забрал, Он мне когда-то это дал, и сегодня Он у меня это забрал, и я иду дальше, куда Он меня зовет. Вот такая готовность должна быть. И хорошо, когда человек хоть раз в жизни пережил вот это состояние, когда он прах отряз прежнего своего жилища, закрыл дверь и пошел дальше. Туда, куда позвал Бог. Надо будет, Бог даст. Не надо будет, не даст. Но человек идет, потому что зовет Бог, надеясь на Него. Вот это ощущение странника, ощущение человека с котомкой, оно очень-очень важно, очень дорогого стоит. Конечно, по молодости это дается легче. В старости это дается труднее. Но это все равно некая цель, которой мы должны, цель переживаемого нами состояния, мы должны эту одежду на себя примерить. Мы должны не потерять, с другой стороны, старому человеку перегородка, которая деляет его от встречи со Христом и стончается на глазах. И он должен думать о том, что вот еще немного и меня ждет встреча. Радостная встреча, безусловно радостная встреча. И только тогда, когда я сознаю радостность этой встречи и начинаю потихоньку избавляться от ненужных вещей. Понимая, что все равно туда я пойду в голову и взять с собой ничего не смогу. Да и не надо, потому что там есть тот, кто сможет дать гораздо больше. Вот это первое, о чем говорит нам Льюис, вспоминая о том, что началась новая европейская война, Вторая мировая. Второе, это то, что уже как бы не то, что люди делают, а то, что делает враг. И он говорит о том, что бесы, как раз используя подобные катастрофические ситуации, особенно войны, они начинают рисовать нам мрачные картины будущего. В нашем сознании они рисуют, как художник, мрачные картины будущего. Что с нами теперь будет? Или рисуют нам печальные воспоминания о утерянном или теряемом счастливом прошлом. И вот человек с тоской смотрит о том, как все было, как было хорошо до ковида, как было хорошо до 90-х годов, как было хорошо там в детстве, как бы и были люди, как там было, тоскует, 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 так замечательно. Но человек же пришел в этот мир не для того, чтобы тосковать, а для того, чтобы пойти и сегодня сделать. Вот я посидел с утра и потасковал. Ну как все хорошо, вот я помню это. Встаешь, а там радио играет. Утренняя зарядка. Утренняя зарядка. Прям никаких отрицательных новостей. Все хорошо. Теперь приступаем к водным процедурам. Все так мирно, так душевно. Моим детям этого никогда не понять. Неужели говорить о том, что никогда не пережить. Вот это, это просто какое-то, это же лето Господне, в общем-то, так, применяя его к обыкновенному человеческому проживанию. Вот, это же все залитое солнцем. Мама молодая, папа живой. Вот, никто нигде не воюет. Наша страна самая большая, самая сильная, самая лучшая, самая красивая. От Москвы до самых, да, окраин. Вот, и все это наполняет тебя оптимизмом, радостью. И посидел, потасковал. Вот, думаю, да, все плохо. И с грустным сердцем приступаю к решению текущих задач. Вот, да что это такое, да кто так водит, да кто так ставит, да вот то ли дело у нас в машине в детстве, то есть во дворе в детстве было всего три машины, а здесь ни проехать, ни пройти, какие-то заборы, какие-то все замерзло, что не двигается. Какие-то хулиганы кругом бегают неприятно на улице, наружности и то и другое, третье, весь избурчался, изворчался и в сущности изроптался. Ты не благословил сегодняшний день. Ты недоволен сегодняшним днем. Ты остался в прошлом. Там было хорошо, здесь плохо. Ерунда. Там был Христос и здесь Христос. Везде и всегда Христос. Ты не видишь Христа, ты видишь только хорошие социальные эпохи, значит ты не христианин. Ты пришел в этот мир наслаждаться жизнью и так переживаешь, что эту зону комфорта твоего детства взяли и забрали. Есть очень мудрый фильм. Я не скажу название, тут ребенок сидит, кто посмотрит такому-то родителей. Он очень страшный, очень страшный. Там очень много крови, как во многих фильмах, снятых по Стивену Кингу, но он очень мудрый фильм. Он очень честный фильм. Так вот там в город приходит сатана и каждому человеку предлагает то, что ему хочется. Вот у каждого есть свои тайные желания и каждому он предлагает это тайное желание осуществить. И через какое-то время весь город становится одержимым. И вот там есть образ одного неудачника, ну уже взрослый дяденька там. Под 50 неудачник он весь наполнен тоской о своем подростковом детстве. Какая была жизнь. И там вот эти воспоминания постоянно. Он на машине. Кругом молоденькие девчонки. И обязательно солнце. А тут все дождь, да дождь. Там солнце. И он мчится на этой машине. Девчонки рядом сидят. Они поют, танцуют. А сейчас что? И это для него становится невыносимым. В конце концов совершает то, что от него требует враг. Только потому, что поманили возможностью вернуться в то прошлое. Да, мы не дойдем до убийства. Нет. Но мы же неблагодарны. Если мы живем прошлым, мы неблагодарны за сегодняшний день. Я хочу вернуться туда. Нет, сын мой. Ты должен хотеть вернуться только в свое отечество. Там, где ты был, было много крови, греха и грязи. Но был я. И поэтому твоя жизнь была такой, что есть вспомнить. Но я и здесь с тобой. Если ты меня не чувствуешь, если ты потерял со мной связь, то ты сам в этом виноват. И оно так и бывает. Вот все же люди, которые живут достаточно долго, они знают этот феномен. Вот ты сидишь и бурчишь. Ну вот, например, сейчас мы сидим здесь и бурчим. От того, что там морозно, здесь жарко, тут душно. Вот как-то все. Вот тут не так, другое не так. Но пройдет полгода, и вся эта сегодняшняя там ситуация будет вспомнить. Как хорошо было. Как хорошо было тогда. Какое чудесное. Да, потому что мы неблагодарны сегодняшнему дню, сегодняшнему часу. Как у Лескова есть новелла такая, сказочка маленькая. Час воли Божьей. Сегодня здесь и сейчас. Час, когда я со Христом и от меня требуется принять важное решение. И христианин должен научиться жить вот этим настоящим. А сатана нам рисует другие картины. Вспомни, как хорошо было в прошлом. Ужас, что ждет тебя в будущем. Мудрый старый черепах Угвей когда-то сказал совсем не мудрому, молодому, юному панде, что, как же он там говорит, уйти, не уйти, лапша, не лапша. Ты слишком много думаешь о том, что был и что будет. Прошлое закрыт. А, вот прошлое забыто. Будущее закрыто. Настоящее даровано. Потому оно и называется настоящее. Вот и человек должен научиться этой настоящности. На сущности настоящего дня. То, что я должен сделать здесь и сейчас. И война, или катастрофа, пожар, или голод. Он возвращает меня с неизбежностью в настоящее. Ты сегодня должен сделать то, что должен сделать. Хватит жить тоской о прошлом. Хватит думать о том, что будет в будущем. Ты живи сегодняшний день. Это последнее, что у тебя осталось. Проживи его как человек. Проживи его достойно. Это все, что у тебя есть. Конечно, человек должен прожить так каждый день. Но это очень трудно. Это и есть подвиг. Прожить каждый день как последний. Но какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, они возвращают нас к настоящему. К тому, что есть сегодня. А враг уводит от настоящего. Одних в будущее наполняет тревогой. А как будет то, а как будет это, а что будет если, а если завтра конец, а если завтра начало, а у меня консерв нету, надо запастись. А если они гинут, а если не смогу до них добраться, а если они пропадут, а если разбомбят, как же жить? Надо еще в этом месте запасти, и в том запасти. И вот как этот самый бурундук в каждой дырке насувал себе, где макароны, где сухари, где консервы, где еще что-то. Вот, ну теперь ешь и пей, веселись, душа моя. Много у тебя запасов собрано на темный день. Да ты, может, до этого темного-то дня и не доживешь вовсе. Тогда то, что ты собрал, кому достанется. А я и не думаю об этом. Я живу будущим. А то, что от меня требовалось настоящим, подать милостыню здесь и сейчас человеку. Решить его проблему. Ему нужны сегодня консервы. А ему нужна сегодня лапша. А ему сегодня нужен хлеб. А доживешь ты до завтра и будешь ты есть запасенный, запасенный тобой хлеб, это еще неизвестно. А другие живут в прошлом. Да, вот сейчас все плохо, вот тогда-то был. Вот тогда-то было, да, помню. Вот в старину все было не так. И это человек должен с очевидностью понять, что это все козни лукавых духов. Если мысль наша отрывается от решения насущной проблемы, то значит и уводится куда-то то в прошлое, то в будущее, то значит к нам приступил враг. Это его действие, это он отвлекает всегда от настоящего. Вот есть такой эпизод, мы вспоминали про него в прошлом слове, когда читали о молитве. Есть такое состояние, очень многим людям знакомым. Вот муж возвращается с работы. И мечтает о том, как он сейчас зайдет, обнимет жену, как скажет ей о том, как он ее любит. Обнимет, они сядут у камина, у них будет романтический вечер про свечах. И вот он поднимается на свой этаж, открывается дверь, А тут и выкатывается мяч, который там пнул ребенок, или кот, или жена. Вот, неважно. Или на пороге стоит обувь. И все эти слова вылетают из головы. Говорят, кто здесь поставил обувь? Кто ел из моей чашки? Почему здесь сломанный стул? Почему не вымото то? Почему не вытерто это? И все. А потом уже, когда переругались и спят в разных комнатах, он думает, ну я же не это хотел. Почему же не получилось? А потому что ты жил мечтой. Ты жил в будущем. А надо было жить в настоящем. Ну как, я же вроде по-настоящему и хотел все сделать. Нет. Настоящий ты должен был понимать, что любовь, она не тогда. Не тогда, когда будет то, и то, и то, и то. В смысле, романтический вечер объять. Любовь в том, когда ты переносишь с миром, с радостью, с благодарностью, все, что не пошлет тебе сейчас Бог. Понимаете? Вот сейчас вот этот вылетевший из окна мяч. Это стоящий на пороге обувь. Это не вынеси ли там ведро с мусором. Это разбитое к ноле, сломанный кран, распавшаяся дверь. Это сейчас Бог стучится в твою дверь, в дверь твоего сердца, чтобы ты показал свою любовь к Богу и к человеку, который рядом с тобой. Прими это с миром. Не старайся ничего улучшить. Прими это с миром, и тогда все будет улучшаться. Прими это с радостью, с благодарностью и с миром. Все, что не пошлет тебе сегодня Бог через людей, через погоду, через исторические события. Если беда, то эту беду привел ко мне Бог, и Он стоит рядом, не только, как многие говорят, испытывая меня, а чтобы помочь мне, и чтобы я в этой помощи снова почувствовал, как близок ко мне Христос, и как сильно Он меня любит. Субтитры сделал DimaTorzok